Всем привет! Сегодня я хочу сделать печенье на гриле. Печенье хочу сделать по вот этой вот книжечке, которая у меня от гриля досталась. И, честно говоря, печенье я вообще не помню, делала ли вообще когда-либо в жизни, но делала в духовке. Если делала, это было очень много-много лет назад. Но я думаю, что, в принципе, этот рецепт можно сделать так же и в духовке, у кого нету гриля. Потому что я смотрю, рецепт простой. И, в общем-то, выпекается тоже все очень просто. Но я буду делать на гриле. Вот так выглядит печенье. И вот он рецептик. В общем, сложного ничего нету. Я приготовила уже продукты. И сейчас я хочу их отмерить на весах, потому что здесь мука пшеничная 300 грамм, сливочное масло 125 грамм, сахарная пудра 50 грамм. Но я думаю, можно и сахар сделать, ничего страшного. Одно яйцо разрыхлителя 30 грамм. Но 30 грамм разрыхлителя – это 3 вот таких пакета. А на пакетике написано, что здесь 10 грамм, и это на полкило муки. А если у нас муки 300 грамм, я думаю, одного пакета вполне достаточно. И больше, наверное, и не нужно. Ну и соли 3 грамма, это совсем чуть-чуть. И молоко 120 миллилитров. Молоко 3,2%. Ну, я купила такое именно молоко. Сейчас я хочу все это отмерить. Масло нужно, чтобы полежало в комнатной температуре. Хотя написано, что масло сливочное нужно растопить. Потом отдельно все перемешать, масло туда добавить. Ну, будем делать, будем пробовать. Сейчас не знаю, как это будет выглядеть на самом деле. Ну, вот они все мои продукты. Молоко 3,2%. Мука, сахарная пудра нашлась у меня. Ну, если бы не нашлась, я бы сделала сахар. Яйцо, сливочное масло, разрыхлитель. Немножко соли. И я все-таки добавлю ванилин. У меня кристаллический, можно ванильный сахар. Но я люблю, когда печенье пахнет ванилином. Хотя в рецепте нет, но я добавлю, я думаю, ничего страшного не буду. Начать я хочу, наверное, с муки, взвешивать муку. Муку рекомендуется просеять, поэтому я буду уже сразу и взвешивать, и просеивать. Так, я ставлю тару и сбрасываю на ноль. 300 грамм муки. Ну и сразу же я ее и просею. Так, муку просею. Теперь нужно нам взвесить, я думаю, сахарную пудру надо будет взвесить сейчас. Сахарная пудра 50 грамм. Готово. Высыпаю туда. Дальше я туда высыплю разрыхлитель. Ну, у меня пакетик, и еще тут где-то чуть-чуть, пол ложечки есть. Я думаю, пускай будет уже весь разрыхлитель там. 3 грамма соли, но я думаю, так чуть-чуть присолить. 3 грамма, это немножко. Ну и, наверное, сразу ванилинчик добавлю. Ванилин по вкусу. Сейчас я вот это все хочу перемешать, пока оно сухое. Теперь, я думаю, сюда нужно добавить молоко. Молоко 120 грамм. Выливаю я сюда. Ну и добавляю сюда яйцо. Все это нужно перемешать. Я думаю, наверное, все-таки нужно добавить туда уже и масло. Надо его сейчас быстренько взвесить и растопить. Так, ну, сливочное масло 125 грамм. Вот интересно, как его отмерить. Сейчас будем отмерять. 124 грамм. Ну вот, достаточно. Теперь, я думаю, что растопить, наверное, я попробую его в микроволновке. Посмотрим, что будет. Ну, в общем, в микроволновке масло растапливается. Вот оно сейчас уже смягчилось. Пускай немножко постоит. Оно не должно быть горячим. Оно не горячее, правда, теплое. Ну, вот сейчас оно чуть-чуть дотает еще. И я его туда сброшу. Весы уже не нужны. Можно их убрать. Так, ну, я думаю, масло можно добавить уже в наше тесто. Ну, теперь попробуем замесить это все. Ну, вот такое получается у нас, в общем-то, тесто. Я думаю, чуть-чуть еще понадобится муки, ну, чтобы раскатать колбаску и разделить ее по частям, нужно будет муки еще немножко насыпать на стол. Сейчас я так и сделаю. Теперь я попробую на столе еще помесить немножечко его. Вот такое интересное, мягенькое тесто. Сильно мы его замешивать не будем, чтобы оно не было твердым. Главное, что оно к столу не прилипает, и это хорошо. Может быть, даже не обязательно было мукой посыпать стол, но я уже перестраховалась, так как первый раз я это тесто делаю. Печенье будет 16 порций, поэтому я думаю, что нужно это печенье разделить на 16 частей. Делим пополам. Половинку пока уберем. Делаю колбаску, чтобы было удобно делить. Так. Здесь у нас 8 частей. Значит, делим на 8 частей. Вот так. Теперь надо скатать шарики и положить, наверное, их на досточку. Ну и то же самое надо проделать со второй частью теста. Ну вот и все. Все наши 16 шариков готовы. В общем, честно говоря, оказалось это все гораздо быстрее. Гораздо быстрее оказалось это все делается легко. Тесто не прилипает к рукам. Замечательно все. Ну и теперь я включаю гриль. Все, гриль я установила. Установила режим 3. Режим 3. Дождемся сейчас, пока нагреется гриль. И потом будем выкладывать по 6 шариков. Каждая порция выпекается 4-6 минут. Ну вот. Лампочка загорелась. Гриль уже нагрелся. Будем выкладывать 6 шариков. Я думаю, вот так. Закрываем и засекаем время. Прошло почти 5 минут. Хочу посмотреть. Ой, хорошо. Румяненькие. Сейчас еще полминуточки. Хотя я думаю, что уже пора их вынимать. Сейчас посмотрим. Мне кажется, они уже готовы. Вот с обратной стороны тоже испеклись хорошо. Ну, значит, вытаскиваем. Ну, и с остальными мы проделываем то же самое. Ну, что, мои хорошие. Печенье получилось замечательное. Смотрите, какое. Получилась такая вот целая тарелочка печенья. И сейчас мы будем его пробовать. У меня еще есть компотик. Можно чай, можно молочко с чем-нибудь. Ой. Ну, что, пробуем. Печенье спеклось одинаково с обеих сторон. Я заметила, что печенье выпекается 5 минут. И этого достаточно. В принципе, ну, кто может быть немножечко подрумяненее больше или побледнее, там, 4-6 минут. Ну, 5 минут это вот то, что нужно. И сейчас попробуем, какое получилось. Оно как песочное, хрустит. И, в принципе, как по мне, даже вот оно не сильно сладкое. Обычно я боюсь сильно сладкое, потому что, ну, чтобы не поправляться или что. Кто любит послаще, можно немножечко больше сахара добавить. Но, вот как по мне, оно такое и чуть-чуть солоноватое, и в меру сахара. По мне, вот то, что нужно. Для меня именно то, что нужно. Очень вкусно. Вообще, это очень быстрый и очень легкий рецепт. Я даже не ожидала, что он такой легкий. Там быстро все ингредиенты смешиваются. В общем-то, не прилипает это тесто к столу ничего. Там даже и не обязательно этой мукой посыпать. Оно быстро раскатывается. Просто шарики сделали, и все. И вот так же можно в духовке испечь. Просто шарики на противень положить. Духовку разогреть, я думаю, на 180 градусов. Ну, и просто смотреть уже, как они подрумянятся. В общем-то, готовы. Они готовятся очень быстро. Вот такой вот быстрый, легкий рецепт. Как вы просили. Я довольна. Я думаю, что я такое печенье буду еще делать не раз. Чем покупать, неизвестно, там, какие-то ешки, какие-то химикаты. Печенье добавляют. А это вот домашнее, для своих. В общем, то, что нужно. Мне понравилось. Я очень рада. Ну, а если вам понравилось мое видео, мои дорогие, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. 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 Пока-пока.